Наставники и напарники. В областном центре завершился конкурс профессионального мастерства для офицеров различных подразделений полиции. В зале кинологи, участковые, сотрудники ГИБДД, эксперты, криминалисты. 60 человек со всего региона. Рабочие двойки, опытный сотрудник и стажер. Практика брать на пороки и обучать азамы тонкостям службы в полиции существует уже давно. Старший офицер становится другом и учителем. Адаптировать человека, который пришел с улицы, который имеет весьма-весьма самое поверхностное представление о службе в полиции или внутренней службе, адаптироваться в коллективе, в лица нормально, освоить опять же свои должностные служебные обязанности, ну и соответственно стать полноправным членом, полноправным исполнителем коллектива, в котором он будет проходить службу. Стажер проводит с напарником около полугода, до тех пор, пока тот не получает погоны. Дальше большой самостоятельный путь по карьерной лестнице. Задания для наставников и стажеров практические и теоретические. В презентации для жюри они говорят о совместной работе и интересах. При сдаче нормативов показывает сноровку и мастерство. На огневом рубеже старший участковый Сергей Ломин. В полиции он работает больше четырех лет. Стажер у него впервые. Ответственность, рассказывает офицер, огромная. Сотрудник полиции должен быть эффективным, успешным. Именно в работе знать, иметь определенные знания, уровень профподготовки, навыки и опыт деятельности. Я думаю, с ним получится эффективный участковый, потому что с ним буду вместе я. Чтобы быть участковым, нужно быть общительным и терпеливым. Антон Золотарев именно такой. После армии мужчина решил посвятить себя работе в полиции. В участковый пошел, потому что любит общаться с людьми. Сложности не смущают. За полгода на работе уже ничему не удивляется. Считает, без наставника процесс адаптации к службе проходил бы болезненнее. Адекватно реагирует на мои ошибки, если я где-то там что-то не так делаю. То есть поправляет меня, помогает мне в работе. Естественно, я чувствую плечо. То, что могу, если что-то не знаю, я обращаюсь к нему за помощью. То есть уверенность я чувствую себя, когда наставник рядом. Сейчас Антон ждет приказ на получение звания. В ближайшее время он станет полноправным сотрудником полиции, младшим лейтенантом. Еще через три года сможет сам обучать стажера. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.